Как вы думаете, вот этот глобальный проект по оболваниванию российского населения, насколько он необратим, сколько десятилетий понадобится российскому обществу, чтобы отмыться, избавиться от этой шелухи идеологической и разобраться, в чем действительно была правда этого периода времени? — Я не думаю, что вот это промывание мозгов настолько на долгосрочный эффект ориентировано. Это как раз скорее такие решения тактических задач. Это не попытка зомбировать население на поколение вперед. Это просто невозможно. Все практики тоталитарных государств показывают, что вот это зомбирование населения, оно действует, пока действует пропаганда, пока работает пропаганда. Когда пропаганда перестает работать или СМИ начинают транслировать противоположные месседжи, вся эта пропагандистская шелуха быстро слетает, и население часто, и взгляды, вообще представления о жизни, картина мира населения часто вообще меняются полностью наоборот, на 180 градусов поворачивается. Если мы вспомним советские времена, значит, пропаганда советская работала довольно десятилетиями, даже дольше гораздо, чем путинская пропаганда, и вбивала все эти прокоммунистические месседжи. Но как только началась перестройка и средства массовой информации, телевидение начало транслировать другие идеи, другие взгляды, сразу, ну, практически сразу, большая часть населения от этих идеологических догм стала отказываться. То же самое было и при крушении других тоталитарных режимов, в том числе в той же нацистской Германии, например. Поэтому я не думаю, что вот этот задел этой пропаганды, он столь долгосрочен, что он на десятилетия. Я практически уверен, что как только этот режим рухнет, и, соответственно, его пропагандистские вот эти облучательные башни из Тругацких, только в данном случае телевизионные, перестанут облучать население ложью, и вот эти все отвратительные манипуляции милитаристской, фашистской, сразу же население будет от этого избавляться. Какой-то процент людей, которые раньше, которые все там 90-е годы нулевые бегали там с плакатами «Сталин, приди» и в таком духе, и, конечно, в их взглядах ничего не изменится. Но это всегда была маргинальная часть населения. А большинство населения, как я уже сказал, оно чисто подвержено манипуляции. Сегодня им рассказывают по телевидению одно, они верят в одно, завтра им будут рассказывать другое, они также поверят в другое. Как в свое время, в 1953 году, вся страна рыдала, когда, значит, Сталин умер, и люди давились в очередях, физически давились до смерти, чтобы проникнуть к его, значит, гробу, да, его поколониться ему. А в 1956 году уже был 20-й съезд, и вся страна также спокойно начала свергать памятники Сталина с пьедестала. Я думаю, что и сейчас будет примерно то же самое. Вы знаете, да, действительно, культ насилия буквально царит над Российской Федерацией. Скажите, пожалуйста, вот при таком, окей, короткая политическая память, можем себе представить, что люди забудут, скажут потом, это были не мы, мы ошибались, мы не хотели, нас обманули. Но для того, чтобы это произошло, очевидно, все-таки должна произойти смена власти в Российской Федерации. Как вы считаете, возможно ли это мирным путем? Да, конечно, для этого должна быть радикальная смена власти и, соответственно, смена парадигм, которые транслирует основный информационный канал. Может это произойти мирным путем? Это уже не происходит мирным путем. Дело в том, что сейчас идет война, да, агрессия России против Украины, и украинцы воюют с Россией. Они не только отстаивают собственную свободу и отстаивают свободу вообще западного европейского свободного мира, но они фактически уничтожают этот путинский режим, эту угрозу для всего человечества, которую этот режим представляет, потому что у этих террористов, уже признанных в мире официально террористами, есть и ядерное оружие. Так вот, проигрывая эту войну, путинский режим теряет свою силу, он приближается к своей кончине. Чем больше он проигрывает украинцам, чем больше он сдает территории, тем он становится слабее, тем он быстрее приближается к краху. Я думаю, что крах путинского режима произойдет в результате проигранной войны против Украины. В результате краха агрессии, который приведет к внутренним противоречиям в верхушке, когда вся эта шатие братья путинское начнет искать краник, сваливать друг на друга вину. Мы же за поражением, мы же отчасти это видим, когда Пригожный, Кадыров сражаются уже теперь не только с украинцами, но и, по крайней мере, вербально с собственным Министерством обороны. Все эти процессы будут усложняться и усиливаться, и в конце концов, как я уже говорил, приведут к краху режима, к некой новой русской смуте, как часто бывало в российской истории. Поражение в войне внешнее приводило к внутреннему раздраю и внутренней смуте, к краху режима, к потере его стабильности. Но крах режима, наверное, уже следует признать, все-таки будет совершен не руками российского народа. Почему так говорю? Что мы наблюдаем? Почти 90 тысяч уже погибших. Многие говорили, что именно количество погибших в Украине развалит кровавый режим Путина. Этого не произошло на сегодняшний день. Многие территории сданы, радоваться особо нечему, но российское население ликует и торжествует, считая, что оставили украинцев без света, без воды, без тепла. На нет сошли немногочисленные бунты мобилизованных и их жен. Тоже движение особо не развилось никак. И можно, наверное, уже сделать вывод, что российское общество к этой войне все-таки привыкло и смирилось с ней, как с данностью. Ну, я бы здесь не утверждал, что население ликует. Мы читали публики, к сожалению. Ну, вот вы читаете телеграм, телеграм-каналы, как и я, я потому что тоже мониторю. Там ликуют, беснуются эти бесноватые всякие военкоры, ура-патриоты, отмороженные. Действительно, такой сегмент российского населения есть, но это не большинство населения. По разным оценкам, где-то 15-20%. Как я уже говорил, это люди, которые как бы сами фашисты изнутри. Они всегда были фашистами. И раньше их называли при Горбачеве и Ельцине красно-коричневой, вот по большому счету. Но они были в маргинезе. Они были маргиналами. Сейчас они стали отражать политику власти, минстрим политический. Но большинство населения, конечно, далекование там далеко. И мы можем опираться на разные опросы, в том числе и независимых разных групп, что после введения всеобщей мобилизации уровень тревожности в России вырос в два раза. Большинство населения стало испытывать беспокойство, страх. И как бы поражение российской армии тоже усугубили эту ситуацию. Больше 80% населения крайне беспокойно ситуации на войне. И процесс этот продолжает обостряться. Действительно, пока еще большинство населения пока не прозрело, что называется. В большей степени понимает ситуацию в процентном отношении молодежь. Молодежь в большинстве войны не поддерживает. Путинский режим она тоже не поддерживает. Это даже отражается в разных опросах. И хуже всего, конечно, это старшее поколение, которое сидит просто на телевизионном наркотике, не слезая. И они там действительно беснуются как дирижер какой-нибудь Соловьев, а миллионы пенсионеров или людей пресс-пенсионного возраста, телезрителей, они слушают это все и просто как оркестр за рукой дирижера следят за тем, что очередной ахиней несет какой-нибудь Соловьев или Киселев по телевизору. Но, как я уже сказал, процессы все-таки идут. Идут процессы того, что население пока, оно, конечно, не прозревает в полной мере, но оно уже начинает беспокоиться и начинает так потихоньку мандражировать, впадать в легкую депрессию. Потому что им обещали победу, никакой победы, как они понимают, тут слепой видит, нет. И все это продолжается. И главная угроза новой волны мобилизации, которую тоже большинство населения не ждет и не хотело бы получить. И на угрозу того, что война постучится в дверь, войдет, вручит повестку. И, значит, человек, одно дело на теплом уютном диване, болеть за наших, так называемых, а другое дело переместиться из дивана в холодный вакуум, промерзлый, под медный огонь. Этого, конечно, большинство россиян не хотят. Как я уже сказал, большинство людей в этом смысле они просто пассивно принимают то, что требует от них власть. Никакого энтузиазма и ликования у них нет. Этого энтузиазма и ликования есть только у меньшинства. Это просто реальные такие идейные фашисты, которые в России, кстати, были всегда. Но они были, как я уже говорил раньше, в маргинальном состоянии, а теперь они фактически у власти. Редактор субтитров А.Семкин